Дорогие мои везунчики, всем огромный привет! Сегодня доброе утро, кстати. Решила снять вам видео интересное. Четыре новинки бобильной пряжи. Вам покажу подробно вблизи. Красивые оттенки. Снимаю я обычные обзоры, как и мастер-классы. Вот два дня подряд еще выходила и с эфирами из зимнего сада. Здесь действительно никаких нет штор, потому что нужно много-много солнышка. Это пространство, когда солнечно просто залито светом. Это очень приятно и тем более вселяет оптимизм с каждым днем. Все длиннее день, все больше хорошей энергии. Так, что я вам сегодня покажу? Много чего. Давайте начнем с бобинной пряжи, интересной. Чиара она называется. И в этой линейке, что бывает не настолько уж часто, очень-очень много красивых оттенков. Проходите в раздел нашего магазина Натали Мастер Стор. Мы доставляем по всему миру пряжу. Естественно, в любую точку России. Звоните в магазин, узнавайте. Оплата любой картой. Вы можете свои заказы забирать, конечно же, из нашего магазина в Москве. Выбор у нас просто огромный. В том числе, огромный выбор бобинной пряжи. Я вам показываю только то, что мне интересно, новиночки. А так, вы зайдете на сайт нашего магазина и просто там пропадете. Также подписывайтесь на телеграм-канал, потому что я публикую там несметное количество. Некоторые даже жалуются. Несметное количество схем, описаний красивых, современных, интересных моделей, редких узоров. У нас там есть чат. Вы можете себе сохранять любые картинки, любые модели. В общем, очень здорово. Мой телеграм-канал так и называется. Вязание Натали Мастерс. Телефон нашего магазина. Адрес на сайте. Посмотрите. Приезжайте обязательно. Телефон и очень удобный сайт. Все ссылки вы найдете в описании под этим видео и в первом комментарии. А я начну вам показывать. Итак, пряжи Чиара. Вы знаете, какой здесь состав? Как вы видите, это нежный твит. Сиреневый оттенок перед нами. 55 шерсть, 20 буретный шелк и 25 полиамид. Соответственно, что же мы можем вязать из этой красоты? И крючком, и спицами. Потому что пряжа достаточно ровненькая, в английском стиле. Мы можем вязать любые ажуры, любые араны, любые узоры. Спицы рекомендованы 3,5. Можно вязать даже носочки, потому что 25% полиамид. Можно вязать костюмы, брюки, юбки. Можно вязать из этой пряжи. Представляете, это видовая юбочка, костюмчик. В общем, настоящая находка. И носиться будет вечно. Красивые цвета. Вы можете даже, глядя на это видео, подобрать гамму. Тут все цвета сочетаются друг с другом. Вот такой приглушенный оттенок морской волны в этой линейке. Метраж. Метраж сейчас я вам скажу в 100 граммах. 525 метров. Эту пряжу не обязательно с бобины прям срочно перематывать, потому что есть синтетика в составе. И это очень здорово. Пряжа будет прилично. Классно держать форму. Но лучше все-таки перемотать. Я немножко простужена. Почему? Потому что, смотрите, верный признак. Я вчера во время эфира вам рассказывала. Посмотрите, какая толстенькая ниточка в расслабленном состоянии. И натянутая в бобине. Поэтому лучше перемотать, конечно же. Либо моталочка. У нас есть классная моталка от Нитпро. Также есть любые подставки для бобин. Если вы любите вязать скрутящиеся подставки на подшипниках. Тоже выбор хороший. Поэтому, да, лучше перемотать. Вот такая нитка. Вы видите здесь ее в раскрытом варианте. Классика. Очень красивая пряжа. И есть выбрать, какие оттенки. Давайте посмотрим дальше цвета. Серенький классический. Средний серый тон. Далее вот такой интересный тауб. Бежевый оттенок. Но в нем есть игра определенная. Он то немножко розоватый, то немножко сиреневым. Может казаться в разном освещении. Сейчас солнышко. Но цветопередача очень хорошая. Правильно передаются цвета. Такой жизнерадостный зеленый цвет. Зеленый сейчас в трендах. Взгляните на эти два зеленых цвета. Красиво, да? Так, как образец мне принесли из магазина. Вот уже видно, что отмотано прилично. Нежный коралл. Весной очень хочется вязать из розовых и зеленых оттенков. Согласитесь, да, со мной? Тянет на такие цвета. Прелесть. Такой цвет. И благородный молочный классика. Это знаменитая фабрика Филати Эксклюзив Коллекшн. Напоминаю вам, что мы отматываем вот на такие картонные для пряжи самые полезные картонные конусы. Именно столько граммов, сколько вам нужно. Поэтому четко под любое изделие вы можете купить необходимое вам количество. Если не хотите на конус, мы в клубочке такие квадратные тоже отматываем по вашему желанию. Тогда уточняйте в заказе. И цена всегда указана у нас за 1 грамм. Внимательно смотрите описание. Все там указано. За что цена? За клубок, за бобину, за 1 грамм. Все прописано на сайте. И про каждый вид пряжи. Будь то бобинная пряжа или клубочная. Обычно есть тоже подробное описание, что вязать, да как вязать и для чего эта пряжа нужна. Вот такая замечательная новиночка. Следующая бобинная новинка называется пряжа Марта. И цвет Океан. Такой насыщенный, насыщенный оттенок. Яркий-яркий, темно-голубой цвет. Практически светящийся. Очень нравится, мне особенно нравятся названия. Это Филком. Тоже знаменитый бренд. И потрясающий состав. Кашемир и Меринос. Посмотрите, может быть есть другие цвета на сайте. Я не знаю, настолько пряжи не проверяла. Вот показываю вам. Это классическая текстура нити. С роскошным составом. Спицы-крючок 3,5-4,5. Здесь срочно нужно перематывать. Потому что Кашемир. Кашемир самое нежное. Волокно шерстяное. Поэтому в натяжении его хранить нельзя. В 100 граммах 466 метров. Спицы-крючок 3,5-4. Сказочный оттенок. Выбирайте. Роскошный состав. А цены я не называю, потому что они все время меняются. А обзоры вы смотрите и спустя даже несколько лет. Поэтому возникают вопросы иногда. Все цены на сайте нашего магазина. Переходите по ссылкам. Та пряжа, которая в обзоре, ссылочки я оставлю. Так, следующая пряжа. Вот такой классический серый цвет. Между прочим, вы предпочитаете бежевые серые оттенки. Больше всего приобретаются. Пряжа называется Каякиста. И здесь Як. 52% Бэби Яка. Это филет или лап. Обожаю эту фабрику. От нее бобинная пряжа. Она знаменита своей клубочной пряжей. И 52% Бэби Як. То есть самый мягкий, теплый Як. Я знаю, что многие очень любят пряжу, в состав которой входит именно шерсть Яка. 21 Кашемир, а 27 Полиамид. Поэтому мы тоже можем вязать и носочки с таким роскошным составом. И детские вещички. Вот такой серенький цвет я вам показываю. А вы проходите и смотрите, какие есть еще оттенки. Тоже прекрасный вариант. В 100 граммах 660 метров спицы крючок номер 3. Классическая толщина у всей пряжи, которую я вам показываю. 3,5-3-4 миллиметра. Такого размера рекомендованы инструменты. Любые узоры. Головные уборы будут красивые береты, между прочим, из пряжи, которую я вам показывала. Первый, где много пока оттенков. Спешите, если вам какой-то цвет понравился, приобретайте. Бобинная пряжа – это всегда выигрышно в соотношении цена-качество. Еще раз хочу вам напомнить, что мы любим с вами бобинную пряжу за то, что она относительно очень даже дешевая. За такие составы в клубках нужно платить в два раза больше. Вот поэтому все так и любят бобинную пряжу. Есть определенные издержки. То, что бобинные линейки абсолютно нестабильны. Это стоки. Сегодня есть такая линейка, завтра ее нет. Ограниченное количество цветов, потому что вся эта пряжа создается для коллекций. Для коллекций от известных брендов. Обычная коллекция при депорте, потому что составы дорогие. И вот то, что остается, не уничтожается, а выкупается. По правилам должны сжигать. Но поэтому, кто не успел, тот опоздал. Вся стоковая пряжа, вся бобинная пряжа нестабильна. За редкими-редкими исключениями. Так, мы с вами идем дальше. Дальше я вам хочу рассказать про некоторые очень и очень классные варианты для летнего вязания. Именно то, что я вам могу посоветовать из ассортимента своего магазина. Во-первых, это хлопок филикуди от Сиам. Это очень мягкий, тонкий, вот такой плоский шнурочек. Красивая цветовая гамма. Есть с принтом оттенки, как мы с вами вязали жилеточку в курсе по вязанию крючком с нуля. Бежевый легкий дрип такой, да? То есть и в крючке, и в спицах это очень красивая пряжа. При этом, какое качество необыкновенное. Я еще очень хочу из нее вязать. Перед вами красивый-красивый оттенок. Глубокий, насыщенный цвет морской волны. Я думаю, он вам создает настроение. Спицы, крючок рекомендованы 2,5-3,5. Пряжа не сказать, чтобы дешевая, но ее нужно немного. Вы видите, она тонкая. Она тонкая и вот такая четкая. Кто любит четкость, необычность в текстуре, вяжите. Вязать можно все топы, ажуры классические, какую-нибудь гладь с небольшими дырочками, либо раны. В общем, вообще все, что угодно. Крючком, очень красивая пряжа, посмотрите. И тем более, я люблю, когда есть линейка моноцветов и есть вариант меланж. Но меланж там тоже очень-очень интересный, с такими маленькими крапочками. Следующий хит и были поставки сегодня. Вот этот цвет мне очень нравится. Из него я тоже всегда хочу вязать. Из сезона в сезон. Оттенок полыни. И это пряжа Коттен Бомбулина. Я тоже вам ее рекомендую. От Шахенмайер. Это не самые бюджетные линейки, но просто роскошные. Здесь приглушенные цвета, натуральные, природные. И состав уникальный. Лин, хлопок и вискоза. Посмотрите, в каком соотношении. 60 хлопок. Далее 30 это вискоза и 10 лин. И посмотрите, какая скрутка. К сожалению, видите, вот эти ворсиночки перелетели от другой пряжи. Так мне привезли. Не люблю такое. Страдаю перфекционизмом. Но посмотрите, пряжа вот такой вот мягкий, ровный шнурочек. И круглый абсолютно. И поэтому в этой пряже красиво-красиво выглядят столбики, крючком, летние. Изделия самые разные. В спицах она прекрасна. Модели, связанные спицами из этой пряжи, есть на моем телеграм-канале. Сегодня были опубликованы. В 50 граммах, 160 метров, то есть расход экономичный. Состав потрясающий. И пряжа очень мягкая. Мягкая-мягкая. Настоящий хит летний. Поэтому я вам советую. Но, несмотря на то, что пряжа не дешевая, она тоже очень хорошо продается. И я вам ее смело рекомендую. Если вам вас интересует, я уже забыла, что я вязала, по-моему, горчичный топ из красивых квадратов. Я вязала из этой пряжи. Да, там есть прекрасный оттенок горчицы. Все цвета сейчас в наличии. Поэтому спешите, приобретайте молочный цвет, красивый. В общем, пряжа безупречная. Так, далее. Давайте сменим еще тему. А, нет, я вам еще вот такую бобинную новинку не показала. Оливковый оттенок перед нами. Очень красиво. Это пряжа. Вали Спешл. Колор Вердо. Ну, просто необыкновенный цвет. Необыкновенный. Я сделаю себе отмот обязательно. Потому что, ну, такой оттенок оливы. Это красота. Так, Вали Спешл называется. Это тоже Филати Эксклюзив Коллекшн. И здесь состав следующий. 35% шерсть, 20% кашемир, 30% вискоза, 15% полиамид. Вот такой сложный состав. Многие боятся бобины пряжи. Не бойтесь, дорогие мои. Эту прелесть настоящая. Тем более. Опять у нас классическая текстура нити. В 100 граммах 750 метров спицы крючок номер 3. То, что нужно. Экономично, роскошный состав. Необыкновенный цвет. Ну, потому что изделия, которые вяжутся из такой бобины пряжи, стоят как крыло самолета. Поэтому спешите приобретать. Очень красиво. Оттенок необыкновенный. Вали Спешл. Ну, другие цвета, я думаю, тоже есть. Проходите в магазин. Смотрите. Я не проверяла. Еще хочу вам рассказать, что, конечно же, и на Телеграм-канале. Зачастую не я вам отвечаю. Вы все время пишите Наташа. Наташа, я, конечно, тоже часто захожу, делаю посты. Но я не могу размножиться на 100 маленьких Наташек. Поэтому в магазине уж тем более меня не ищите. Магазин уже работает в полную силу. В полную силу. Ассортимент гигантский. А какие у нас пуговицы? Тоже вам от Дил. Бренда. Проходите, выбирайте пуговки. Если вы вяжете кардиганы, жакеты. Так, новые оттенки, мне сказали. Пряжа Спаркинг. Ну, по-моему, это не новый оттенок, но очень красивый. Это фантазийные красивые линейки от Лана Гата. Хочу вам напомнить. А на солнышке показать. Для какого-нибудь теплого жакета, кардигана. Вижу эту красоту. Для головных уборов. Не все живут в теплом климате. Так, здесь состав. Напоминаю вам. Спаркинг от Лана Гата. 33 шерсть, 27 полиамид, 16 акрил, 8 полиэстер, 6 металлик, 5 шелк внезапно, да, и 5 хлопок. Вот такой тоже состав, прям как у габельной пряжи. Но пряжа воздушная, теплая, воздушный шнурок. Пляжа, я думаю, не дешевая. В общем, можно вязать кардиганы, свитеры теплые. Можно вязать разные головные уборы красивые. Потому что при своей фантазийности она ровненькая. Воздушная, ровная, очень теплая пряжа. Всегда воздушная пряжа, теплая. Потому что между волокнами много воздуха. Да, хорошая идея эту пряжу показать вам на солнышке. И, в принципе, она для самых простых узоров. Это резинки, это гладь. Но вы можете запросто, запросто и какой-то простой узор. И особенно раны. Пряжа больше для спиц подходит. Далее новые цвета, наверное, вот в этой линейке. Что-то мне сказали. Вот. А рекуипа. Я даже уже не помню такую пряжу. Это новинки были. Этого сезона. Так, что же это за ниточка? Такой нежный голубой оттенок перед вами. И это шнурочек с альпакой. Видите? Я думала, это мохер. Нет. Вот эти трубочки, пушинки. Это альпака. И здесь шнурочек из хлопка. 55% хлопок, 23% альпака и 22% шерсть. То есть шнурок тоненький. Предыдущий был потолще. Давайте я вам скажу, какой метраж был в пряже. Там много оттенков красивых, спарклинг. Так, и я вам, кстати, скажу еще по моделям. 30, 547 был цвет. Так, метраж. Рим. Запрятался метраж. Спицы номер 6 нам рекомендованы. Так, в 50 граммах 115 метров. Отличный, классический, абсолютно классический метраж. Да, классика. Спицы номер 6. Вот такая объемная была пряжа. А здесь шнурочек более тонкий. Я очень люблю, когда шнурочек не полиамидный, а хлопковый. И здесь 150 метров в 50 граммах. Соответственно, будет более экономичный расход. Спицы рекомендованы номер 4. И из этой пряжи вы можете вязать абсолютно все, как и из обычной классической шерсти, полушерсти. Потому что многих пугает, я знаю. И как-то вы привыкаете к классической текстуре нити. И всякие шнурки многих немножко смущают. Ой, как красиво вот эти зеленые цвета. Сейчас все на солнце выглядят. Я сижу, любуюсь. Всегда вдыхаю аромат бобин. Мне так нравится, как пахнет шерсть. Свежая пряжа. Напишите, у вас есть такое? Настоящая медитация. Снимать для вас обзоры. Конечно же, здоровье. Моим рукам я вяжу очень много часов. Каждый день не хватает вязать образцы. Так как пряжа быстро заканчивается, бобинная, то нет смысла даже и нанимать кого-то, чтобы вывязывать. Потому что куда их потом выбрасывать, тратить пряжу драгоценную. Извините. Вот поэтому я вам так показываю, но максимально подробно рассказываю. Смотрите. Вот из такой пряжи вы можете вязать любые модели, как из обычной пряжи. То, что касаемо, например, пряжи спарклинг. Я вам говорила уже, что она идеальна для аксессуаров. Но если вы вяжете плечевое изделие, вам подойдет любая модель. Например, реглан сверху с обычным ростком, который можно даже и не рассчитывать. И таких простых моделей с описаниями вы найдете много на моем телеграм-канале. Поэтому прогуливайтесь там. Вы утонете просто в количестве информации, но очень и очень много самых простых моделей. Вот реглан сверху и вяжите. Потому что вся красота, конечно, в такой пряже именно в ней самой. Так. Дальше. Пряжа довоз. Это красивая ровница. Здесь есть вот такие новые цвета. Я уж не помню, какие там были. Вот это новенькие. Давайте полюбуемся. И довоз. Это другое вид удовольствия. Это ровница. Красивая, переливчатая. Я рекомендую вам переливчатые меланжевые варианты. Если вы боитесь четких длинных градиентов. Вот цвета перед вами. Ровница красивая. Если вы хотите вязать крючком из толстенькой пряжи, то выбирайте ровницу. Потому что ровница красиво смотрится в крючке большого размера. Состав здесь. Это полуакрил. 50 акрил, 50. Шерсть. Но зато неземной красоты. Как картины импрессионистов. Вот такие переходы цветов. Так что я могу посоветовать. Тоже аксессуары хороши. Конечно же кардиганы. Кардиган с пиццами есть у меня для такого рода пряжи на канале. Посмотрите свитеры и кардиганы. Из другой пряжи. Тоже полиакрил ровница. Как раз идеально подойдет. Манишка. Кому еще актуально. Популярное видео. В конце зимы у меня выходило. Из такого же рода пряжа связана. Спотлайт называется от Шехенмайер. Поэтому конечно же аксессуары, кардиганы. Идеальны. Из такой красоты. Здесь океанический вариант. А вот здесь очень интересный. Декаданс. Серо-бежевые, розоватые тона. Вот так интересно сделано. С таким цветом здорово смешивают люрекс и пайетки. Вот с такими нейтральными. Будет выглядеть очень дорого. Кровнице здорово что-то добавлять. Поэтому попробуйте. Так. Что я вам еще хотела показать. Обзор получается слишком длинным. Поэтому поговорим вкратце о макраме. У меня есть планы по вязанию разных панно, сумочек. Что вас больше интересует. Пишите мне. Либо вы хотите и заинтересованы в таком простом. Это я быстро могу вам снять. Основные узлы. Как бы с нуля макраме. Не сразу отдельные изделия мастер-классы. А именно как школа. Напишите мне. Что будет лучше. Либо с простых моментов. Либо отдельный мастер-класс. Так. Перед вами. По-моему есть разные толщины. Это хлопковые шнурочки. Для макраме. Ну конечно и крючком можно вязать. Особенно коврики, сумки. Это ланоса. Макраме коттн. Здорово, да? Здесь 85% хлопок. 15% полиэстер. 250 метров. Спицы крючок. Номер 6-10. И пряжа недорогая. Потому что есть аналогичные варианты от Катя. Но Катя сейчас бренд стал особенно дорогой. Катя тоже у нас все есть. Испанский бренд. И разные цвета. Я вам покажу. Просто более весенние для обзора выбрала. Недорогая. Замечательная пряжа. Очень вам советую. Приятная. Это вам не полиэфирный шнур. Я не люблю чисто синтетический шнур. Честно вам скажу. А здесь вот такая прелесть. И для макраме идеально. Есть еще такая желтая горчичка. Это цвет 903, по-моему. И жизнерадостный. Извините, немножко похрущу. Не хочу все это доставать, чтобы рассыпалось. Вот такой жизнерадостный. Мандарин. Не апельсин, правда? Мандарин. Это цвет 906. Так что будем плести. Будем осваивать новые какие-то форматы. На моем канале, как вы заметили, я помимо мастер-классов хочу для вас снимать. Еще не теряя времени болтать с вами по вечерам в прямых эфирах. Приходите каждый вечер на мои прямые эфиры. Если вам одиноко. Если вы хотите поговорить о рукоделии. И не только. Какой чудесный шнурочек. Так, и еще хочу вам дать одну рекомендацию. Тоже красивая пряжа. И на этом мы уже точно будем заканчивать. Это пряжа пунта. И птички запели. Какая прелесть. Перед вами оттенок пудры. Вот такая пряжа. У меня есть топ из нее. Из голубой. Очень простой. Спицами. Простыми узорами. Спицу-крючок. Четыре с половиной. Пять с половиной. Для спиц. Это сказка. Очень красиво выглядит. Тридцать шестой цвет. Кому понравился. Вот такой вариант. С пудрой. Девяносто метров. Пятидесяти граммах. И это хлопок с акрилом. Но. Вот такой блестящий. Роскошный. И не то что. Отгазал тоже. Еще вы меня часто спрашиваете. Про пряжу для пледов. Пряжа для пледов. Я вам могу порекомендовать. На примере своего магазина. Это плюшевая. Прекрасная. Там килограммовые бобины. Гималай. Гималай. Как это называется. Вельвет. По-моему. Короче. От Гималай. Специально для вязания пледов. А далее. Полиакрил. Не такой вот дорогой. Прекрасный. Красивый. Видите. Как он выглядит. Шикарно. А. От Газал. Бэби Коттон. От Ализе. Полуакрил. С хлопком. Либо с шерстью. Да. Потому что на плед нужно очень много пряжи. Вот такие мои рекомендации. А я заканчиваю с вами на пудровом оттенке. И еще рядом стоит мой проект. Просто цвет такой же. Поэтому хочу вам показать сочетание. Джелата бобиная. И такого же цвета пунта. Чуть-чуть более насыщенная. В две нити. Я вяжу тунику сетчатую. Чуть-чуть более насыщенный оттенок у пунта. Все, мои дорогие. Надеюсь, вам понравился обзор. Пишите ваши впечатления. Что вам понравилось. Я вам насоветовала сегодня очень многое. Целую вас, обнимаю. Скоро увидимся. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok